Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Мы всегда обращаем внимание на сны, придаем им большое значение. К этому нас подталкивает чувство любопытства, желание узнать будущее. С помощью Аллаха, иншаллах, мы немного раскроем тему сновидений. Сны бывают трех видов. Первое – сны от Аллаха. Второе – горестные сны от шайтана. И третье – сны, связанные с тем, что человек думает, когда он бодрствует, а затем видит это во сне. Итак, я сейчас вам расскажу о том, что я узнал, а вы после напишите свое мнение об этом. В ряде хадисов пророк, алейсаллах, объяснил, что должны сделать мусульмане, если приснится им хороший или плохой сон. В хадисе рассказывается, что от Абу Катады передается, что пророк, алейсаллах, сказал «Правдивый, то есть хороший сон, от Аллаха, а бессвязный сон – от шайтана». Смотрите «Сахих аль-Бухари», номер 6583. Также передается, что Абу Катада сообщил, что посланник Аллаха, алейсаллах, сказал «Благой сон от Аллаха. Если кто-нибудь из вас видит приятный сон, ему следует рассказывать его лишь тем, кого он любит. Если же он видит неприятный сон, следует поплевать трижды влево и попросить Аллаха о защите от зла шайтана и зла этого сна. И ему не следует никому рассказывать этот сон, ведь он не навредит ему». Итак, первое, что должен сделать мусульманин, увидев хороший сон. Это вознести хвалу Аллаху, например, сказав «Аль-Хамду-Лиллях», а также рассказать этот сон своим близким и любимым людям. Если же вам приснился плохой сон, то надо трижды сплюнуть влево. Причем в данном случае речь идет об имитации сплевывания без выделения слюны. Далее надо обратиться к Аллаху за защиту от шайтана, сказав «Азу билляхи мина шайтан р-раджим» и перевернуться на другой бок, если вы собираетесь спать дальше. Также не следует рассказывать этот сон кому-либо, пытаться как-то истолковать его или бояться того, что этот сон или шайтан навредит ему. Таковы рекомендации от пророка, алей саляту салям, простые и легкие в практике. Дорогие братья и сестры, да одарит нас Всевышний Аллах праведными и благими снами. Скажите «Аминь». Я же желаю вам рая и делюсь с вами полезной информацией. И вы поделитесь этой информацией с теми, кому желаете рая. И обязательно не ленитесь выделять время для изучения своей религии. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуму.